Реакция биосинтеза липидов Реакция биосинтеза липидов Глюкоза направляется, вся глюкоза направляется по процессу гликолиза, превращается в перуват, либо напрямую, либо через спинтозофосфатный шунт. Во втором случае, кстати, образуется НАТФ-АЖ, который понадобится сейчас для синтеза жирных кислот, поэтому это не побочный путь, это тоже очень важный путь. наряду с гликолизом, потому что нам нужен не только источник и первоначальная молекула, из которой мы создаем жирную кислоту, но и нужны восстановительные эквиваленты, которые образуются в пентозофосфатном шунте. То есть нужна энергия, которую туда нужно добавить, запасти, где ее взять. Мы получаем ее из пентозофосфатного пути. Перуват переходит в митохондрий, там декарбоксилируется, превращается в ацетилку фермент А и вступает в цикл Крепса. Однако в состоянии покоя, при отдыхе, при наличии избыточного количества энергии в клетке, при поступлении очень большого количества пищи, глюкозы, реакции цикла трикарбоновых кислот блокируются избытком АТФ и НАТ-АЖ. Клетка не эгоист, ее не распирает от жадности. Если в ней образовалось достаточно много АТФ и НАТ-АЖ, то есть уже зачем столько денег, сколько ты не можешь потратить? Клетки уверены спокойно. Они знают, что о них хозяин позаботится, будет регулярно есть, потому что Господь его регулярно будет кормить. Поэтому они не запасают себе на три жизни и для своих внуков и правнуков богатство. Они, можно так сказать, живут каждый день, доверяя Богу и ожидая каждый день от Него получения пищи. Так, как Иисус и учил в Нагорной проповеди. Вот поэтому, когда образуется уже много АТФ и НАТ-АЖ, уже, как бы, куда их девать, их нужно же сначала потратить, они являются тормозом для дальнейшего протекания цикла Крепса, цикла трикарбоновых кислот. И получается, накапливается вот первый метаболит цикла Крепса, цитрат, лимонная кислота. Она накапливается, 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 а ее дальнейшее превращение не происходит, потому что зачем, некуда. И тогда, по градиенту концентрации, лимонная кислота перемещается назад из митохондрии в цитоплазму. Просто методом диффузии, потому что в цитоплазме ее мало, а в митохондрии ее образовалось много, и она перемещается в цитоплазму, а там расщепляется снова до ацетилкофермента А. Помните, ацетилкофермент А, так же, как и все ацилкоферменты А, не перемещаются через мембрану, не могут проходить через мембрану. А лимонная кислота может. Поэтому откуда взяться ацетилкоферменту А для начала синтеза? Взяться в цитоплазме. Он-то ведь образуется в процессе превращения перувата в ацетилкофермента А, а этот процесс происходит в митохондрии. Мы это с вами уже знаем. Откуда ему взяться в цитоплазме? Вот происходит этот механизм. Цитрат выходит в цитоплазму, и там обратно превращается в ацетилкофермент А, который далее может использоваться для биосинтеза и жирных кислот, и триглицеридов из них, и для биосинтеза холестерина. При этом при распаде цитрата образуется ацетилкофермент А и оксалоацетат, щавелево-уксусная кислота. Она восстанавливается до яблочной кислоты и возвращается в митохондрии посредством тоже специального такого челнока, малат-аспартатный челнок. Цитрат расщепился на ацетилкофермент А и оксалоацетат. Оксалоацетат превращается в яблочную кислоту, возвращается назад в митохондрию, ацетилкофермент А здесь в цитоплазме используется для того, чтобы синтезировать различные вещества. И в частности, будет использован для синтеза жирных кислот. Обратите внимание, что оксалоацетат превращается в малат при помощи НАТ-АЖ, а малат далее превращается в перуват, отщепляется одинатом углерода в виде углекислого газа, и при этом происходит зарядка НАТФ. НАТФ превращается в НАТФ-АЖ-2. То есть, вот мы с вами теперь знаем второй источник НАТФ-Восстановительных эквивалентов необходимых, которые сейчас понадобятся для биосинтеза. Аперват возвращается в митохондрию и далее включается в обычные, уже известные нам процессы. Процесс синтеза жирных кислот длиннее, чем их окисление. Условно можно выделить несколько этапов этого процесса. Первый этап. Ацетилкофермент А выходит из митохондрии в цитоплазму, в условиях, когда в митохондрии много АТФ заряженной. Для этого используется цитрат, благодаря тому, что фермент фосфофруктокиназа ингибируется и останавливается гликолиз. На втором этапе происходит образование малонилкофермента А, который необратимо блокирует транспорт высших жирных кислот в митохондрию и переключает бета-окисление жирных кислот на их синтез. И здесь участвует целый ряд веществ. Кроме ацетилкофермента А в цитоплазме и АТФ, также необходим витамин H, биотин, необходимы ионы марганца, необходим углекислый газ и специальный фермент ацетилкофермент А карбоксилаза, который лимитирует весь этот процесс синтеза. На третьем этапе происходит перенос ацетильных и малонильных остатков. Ацетильные – это два атома углерода, малонилкофермента – это три атома углерода. Происходит их перенос на специальный фермент, ацилпереносящий белок, находящийся в центре комплекса ферментов, синтезирующих жирную кислоту. Вот эти все ферменты, синтезирующие жирную кислоту, они не разбросаны где-то, а они вместе объединены в один комплекс, такой конвейер. И когда ацетилкофермент А и малонилкофермент А поступают туда и присоединяются, они уже не выпускают их из своих рук, пока не доведут этот процесс до конца. Вот этот мультиферментный комплекс под названием синтеза высших жирных кислот, он в своем составе содержит целый ряд тоже важных веществ, например, пантотеновую кислоту, которая имеет SH-группы. Вот это ее рука, серная рука, она как раз-таки переносит субстрат от одного центра к другому. Она держит его за руку, пока с ним не проведут все необходимые превращения. Итак, первая стадия, о которой мы уже упомянули, образование ацетилкофермента А из глюкозы, других моносахаридов или же из кетогенных аминокислот. Об этом мы узнаем при рассмотрении обмена аминокислот. Далее, ацетилкофермент А переносится из митохондрии в цитоплазму. Это может происходить уже известным нам путем, благодаря лимонной кислоте. Или в комплексе с карнитином, в том самом комплексе, в котором ацетилкофермент А поступает в митохондрию. В этом же комплексе ацетилкофермент А может выходить из митохондрии. Однако, все-таки, большая часть происходит именно благодаря лимонной кислоте. Вот вы видите еще одно изображение метаболизма цитрата и перемещение ацетилкофермента А из матрикса митохондрии в цитоплазму клеток. Вторая стадия синтеза жирных кислот это образование малонилкофермента А из ацетилкофермента А. Происходит карбоксилирование ацетилкофермента А. Оно катализируется специальным ферментом ацетилкофермент А карбоксилаза, в состав которого входит биотин и ионы марганца. Это мультиферментный комплекс из трех ферментов. И образуется малонилкофермент А. Вы видите, что это кислота с двумя карбоксильными группами, три атома углерода, две карбоксильные группы, но к одной из карбоксильных групп добавлен кофермент А. Обратите внимание, что биотин, витамин А, поступает в организм человека с пищей. Однако, если человек употребляет сырые яйца, то и белок сырого яйца, он намертво связывает в кишечнике весь пищевой биотин. И тогда развивается гиповитаминоз по этому витамину. И возникают проблемы с синтезом необходимых человеку жирных кислот в организме. Третья стадия. Собственно, синтез пальмитиновой кислоты. Итак, у нас уже есть ацетилкофермент А и малонилкофермент А. Двууглеродный и трехуглеродный компонент. И происходит реакция их конденсации. Специальный комплекс синтеза жирных кислот здесь участвует. Происходит их конденсация. Затем восстановление. И здесь, как раз, вот в этом процессе восстановление и необходимы НАТФ-H2. Здесь как раз таки и затрачиваются они. Когда вы видите, кетогруппа превращается в гидроксильную группу. Затем происходит дегидротация, отщепление молекулы воды. Затем снова происходит второе восстановление. Опять же, затрачивается НАТФ-H2. И в итоге получается остаток бутерила, который вновь вступает в ту же самую реакцию. Цикл повторяется. И еще два атома углерода добавляются. А затем еще два атома углерода добавляются. Затем еще один ацетилкофермент А превращается. Еще один ацетилкофермент А. До тех пор, пока не создаться 16-ти углеродная пальмитиновая кислота. Вот вы можете посмотреть еще одну иллюстрацию схемы всех этих превращений. Ацил, переносящий белок, присоединяет к себе ацетилкофермент А и малонилкофермент А, берет за руку их и дальше уже не выпускает, пока не будет создана длинная молекула жирной кислоты. Также есть специальный механизм, который позволяет образовывать двойную связь в молекуле жирной кислоты. Однако в некоторых положениях организм сам не может создать двойную связь, и поэтому необходимо поступление определенных жирных кислот в организм человека, таких как омега-3 и омега-6 жирных кислот. Вот еще одна схема, которая демонстрирует суть этого процесса. Итак, у нас есть ацетилкофермент А, создается малонилкофермент А, они вместе соединяются в ацета-ацетил, присоединяются к ацилпереносящему белку, к этому мультиферментному комплексу, и происходит цепочка из нескольких реакций, которые включают последовательно, один за одним, включают ацетильные остатки в молекулу жирной кислоты, превращая ее в конечном итоге в пальмитаил, связанный с ацилпереносящим белком, затем он отщепляется и получается молекула пальмитиновой кислоты. Итак, в результате этого процесса у нас создано конкретное химическое вещество пальмитиновая кислота, 16-ти углеродная насыщенная кислота. В ней могут добавляться двойные связи, но может возникнуть необходимость ее удлинить, например. Организму нужны 18-ти углеродные или 20-ти углеродные, 22-х углеродные цепочки. Каким образом, где это происходит? Вот, когда пальмитиновая кислота синтезировалась, она поступает в эндоплазматическую сеть или же в метахондрии в зависимости от того, какие процессы должны происходить. Удлиняться могут и ненасыщенные жирные кислоты, такие как олииновая, линолевая, линоленовая, с образованием производных эйкозановой кислоты, так называемых эйкозаноидов, состоящих из 20 атомов углерода. Но двойная связь с животными клетками вводится не далее 9-го атома углерода. То есть омега 9 жирные кислоты организм может создавать, а вот омега 3 и омега 6 жирные кислоты не может. Поэтому омега 3 и омега 6 полиненасыщенные жирные кислоты могут синтезироваться в организме только из соответствующих предшественников, которые должны обязательно поступать в организм с пищей. Полиненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6 ряда требуются в организме для образования самого разного рода веществ, которые имеют гормональную природу и оказывают влияние на многие-многие процессы, которые мы будем с вами рассматривать, на свертываемость крови, на воспалительные процессы, на регуляцию различных функций в тех или иных органах и тканях. И поэтому соответствующие незаменимые жирные кислоты обязательно должны поступать с пищей. И из омега-3, и из омега-6 ряда. При этом архидоновая кислота может поступать с пищей, но она может образовываться и самим организмом из линолевой кислоты, поступающей с пищей. Но не наоборот. Альфа-линоленовая и линолевая жирная кислоты поступают к нам с растительной пищей. Особенно важно иметь баланс и иметь достаточный источник не только омега-6 жирных кислот. Вот, например, вы легко получаете их с семян подсолнуха. Но также и омега-3. Их много в линяном семени, их много в сои и ряде других продуктов. И эти продукты обязательно должны быть в нашем рационе питания.